И в завершении выпуска о масштабном событии, который ждет Владивосток в эти выходные. Через 100 дней стартует Международная универсиада и эстафета огня, который пройдет по улицам Владивостока послезавтра. Я не прощаюсь с вами. До встречи в эфире ОТВ. Владивостоку эстафету передаст Екатеринбург, а уже из Приморского края огонь универсиады отправится в Иркутск. Завершится эстафета в Красноярске за день до открытия самих игр. Владивосток – единственный город на Дальнем Востоке, принимающий символ студенческих соревнований. Мы принимали эстафету огня Олимпиады, мы принимали эстафету огня Паралимпиады, сейчас мы принимаем эстафету огня Универсиады. И станет одной из самых запоминающихся, ярких событий, массовых событий для жителей города Владивостока и Приморского края. Факелоносцев выбирали на конкурсной основе. Все жители могли подать заявку и рассказать о своих успехах в жизни города и края. Лучшими стали 20 приморцев с активной жизненной позицией. Совместно они преодолеют более 6 километров с факелом весом около 2 килограммов. Это все жители Владивостока, все вы их прекрасно знаете, это студенты, это спортсмены, это люди, которые живут, еще раз повторюсь, в вашем городе. Это было основное условие у нас как организаторов. Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года. Участие примут студенты от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий соревнованиям. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 зимних видах спорта. Эльмира Мамедова, Виктория Шевцова, Александр Каноненко. Панорама.